Про наших политзаключённых, которые вчера с копом пропали из разных мест заключения. Как вам кажется, это классическая практика во время этапа, когда они пропадают и их направили в колонии? Или что-то там ещё может произойти? И почему вот так вот их разом всех? На самом деле я не думаю, что это классическая практика. Я думаю, что мы столкнулись с чем-то новеньким. По нескольким причинам. У них у всех очень разные сейчас стадии их кейса. У Саши Скочеленко она содержалась в арсеналке. Есть приговор, закончено следствие. И почему её этапировали вдруг внезапно в Москву? То есть нет никаких версий. Ну, кроме фантастических, ну, я думаю, что мы их обсудим. Некоторые из этих фантастических могут иметь место быть. Олег Орлов. Олег Орлов пропал из СИЗО в Сызрне. То же самое. Приговор есть, но все документы после апелляции находятся ещё в Москве. ещё даже на первой стадии, даже не в Мосгорсуде. То есть куда его этапировали и зачем, тоже неизвестно. Ксения Фадеева, тоже загадочный случай. Есть приговор, вступил в законные силы, она отбывала наказание в колонии, в Новосибирске, и ничто не предвещало никакого такого развития событий, чтобы её куда-то этапировать. Её этапировали, а она пропала. Лилия Чанышева, 9,5 лет, приговор отбывала срок в колонии в Пермском крае. Её муж Алмаз, который, я думаю, мы все знаем, забил тревогу вчера утром, что Лилия исчезла из колонии. У Лилии тоже нет никаких ни следственных действий, ни новых судов, слава тебе Господи, ничего. Но она написала, как известно, прошение о помиловании. Представить себе, например, чтобы Олег Орлов написал прошение о помиловании, ну невозможно. Как-то просто разные концепции. То есть это неплохо и нехорошо, что Лилия Чанышева написала прошение о помиловании. Да, Лилия должна быть на свободе, как и все политзаключённые. И это тоже вариант. Но этот вариант, который, например, Олег Орлов точно совершенно не взял бы на вооружение. Значит, есть несколько вещей, что происходит. Для того, чтобы просить о помиловании. Здесь же в этом, мне кажется, собака зарыта. Там много зарытых разных собак. Не обязательно признавать вину по закону, чтобы просить о помиловании, хотя в администрации на этом настаивают, что это обязательно принять. то есть учёные спорят ещё со времён Ходорковского. Вполне достаточно бывало в разных случаях. Когда-то матери писали прошение о помиловании, например. Было такое дело. То есть здесь про победу спорят. Обязательно, не обязательно это дело. Ходорковский сам не писал прошение о помиловании. И, кстати, другая была совсем история. Что касается того, что происходит. Я читала несколько версий политологических. Политологические версии все очень слабо выглядят. Одна политологическая версия якобы связана с тем, что ястребы в окружении Путина ослабели. Теперь они знали, чтобы оппозиция возмутилась и, не знаю, вышла на улицы. И после этого ястребы доказали бы свою необходимость Путину. Но давайте даже не будем это рассматривать, потому что очевидное совершенно безумие. Безумие. Вторая версия, что Кириенко нечем заняться в период летних отпусков он тренирует мозг. Поэтому он решил позлить оппозицию, чтобы мы тут подергались. А потом бы он предъявил, а вот они все, а зря вы все волну гоните. Я не думаю, чтобы в администрации президента побросали бы все дела и даже от скуки летом думали бы о том, как бы нас всех позлить. Мне кажется, люди там делят Вайлдберрис, там у них есть более серьезные дела. Обмен и помилование версии интересные. Давайте сразу отметим, что эта версия может быть связана с обменом на уровне межгосударственном, европейском или американском, поскольку это все завязано на Красникова, который сидит в Германии. И если пойдет речь об этом, то прежде всего, конечно, будут обменены американские граждане. Эван Гершкович, Уитман, Пол Уиллан, Алсун. Сергей Телес, приговоренный в Беларуси казни, это тоже, мне кажется, важный фактор. Да, это тоже важный фактор, тем более, что он, в общем, тоже человек политический. Там тоже политическое дело. Он гражданин Германии, собственно, в которой и находится Красников. Совершенно верно, совершенно верно. Но пока не случились в Америке выборы, что будет в ноябре, я не думаю, что такой вариант вообще может рассматриваться, поскольку обмен – вещь серьезная, и это под новую администрацию. Какой будет новая администрация, не знает никто, включая ту самую новую администрацию. Конечно, безобразие до ноября осталось несколько месяцев, они до сих пор не знают, кто у них президент. Но, тем не менее, пока этого не случится, никто не будет никого менять. Но есть еще украинская версия. Украинская версия заключается в том, что не только Дмитрий Муратов в своем известном обращении призывал обменивать политзаключенных на коллаборационистов, но это, я напомню, была еще и инициатива полутора, наверное, летней давности собственно администрации президента Зеленского по поводу обмена российских политзаключенных на российских военнопленных, хотя российская сторона настаивает на обмене на коллаборационистов, то есть людей украинцев с украинским паспортом или получивших российский паспорт, который на оккупированных территориях, а позже деоккупированных сотрудничали с властями, ну или так или иначе были, например, осуждены за сотрудничество с российскими властями или с разведкой, таких людей в Украине немало, и, насколько я знаю, уполномоченные по правам человека и ее аппарат, насколько вы выражали заинтересованность в таком обмене коллаборантов на цивильных заручников на украинских на военнопленных, но я еще раз напомню, что есть инициатива Муратова и была инициатива аппарата президента Зеленского по поводу обмена именно российских политзаключенных. Эта версия слишком хороша, мне кажется, для того, чтобы быть правдой. Вот просто, знаете, когда ждешь, может случиться что-то хорошее, но шансы небольшие, прямо страшно об этом говорить. Поэтому ну вариант такой есть, но вот хочется, простите, пожалуйста, не сглазить, вот, ну, простите, а зачем помиловать? Зачем ему это нужно? Здесь это вообще говорим об этом. Да, я понимаю, но вот если это обмен, то это без помилования. Это без помилования. Это да, а вот версия с помилованием, зачем вообще, ну, то есть я просто понять не могу, зачем администрации Путина на эти разговоры входят, это понятно. То есть если мы предполагаем, что такая версия тоже существует, зачем им это надо? Они вот убить помилуют. Я опять же не думаю, что речь идет обо всех четверых, но все-таки заметьте, что три женщины и один мужчина в возрасте, 73 года, я напомню, Олегу Орлову, эту версию я тоже не рассматриваю как основную. Не обмен очень хочется, не помилование очень хочется, но тоже вряд ли. Я расскажу моя версия следующая. Здесь тоже вряд ли, поскольку наш режим не отличается гуманизмом, и тем более, что, ну да, Олег Орлов не согласился бы. Здесь есть фактор Лукашенко. Вот Лукашенко милует. Лукашенко кровавый зверь, а он там вот помиловал нескольких политзаключенных. А давайте мы тоже помилуем. Ну, как-то так, как-то так. Еще раз, мне эта версия тоже кажется очень слабой. Я больше склоняюсь к версии, они готовят какую-то гадость очередную. Почему я так думаю? Потому что я вижу, как усиливается, причем усиливается по команде, усиливается единовременно везде давление на политзаключенных в России. Кара Мурза переведен в тюремную больницу, где условия содержания гораздо хуже, чем даже в едином помещении камерного типа. И, судя по всему, зачем его туда отправили? И с большими проблемами допуска адвокатов его отправили для того, чтобы, скорее всего, снять ему диагноз. Ну, или, по крайней мере, сильно его смягчить. Совершенно понятно, что от того, что диагноз у него изменится, он не выздоровит ни одной секунды. Но, я думаю, речь идет об этом. Очень тревожная ситуация с Ильей Яшиным. Очень тревожная. Я напомню, что где-то до начала августа он находится в ПКТФ помещения камерного типа в Смоленской зоне, где он сидит. Но у него впереди суд по обвинению в несоблюдении вот этих вот правил с инагентством. И, судя по всему, речь пойдет о перережиме. О перережиме и, скорее всего, у меня очень неприятное предчувствие, что это может быть крытая тюрьма. Крытая тюрьма, а крытая тюрьма это тогда Владимирская область. Ну, то есть, мы идем по страшному сценарию Навального. Это вот очень-очень на то похоже. Это же крытая тюрьма. Крытая тюрьма. Крытая тюрьма. Я думаю, что Яшина готовит к крытой тюрьме. Мы с вами видим и понимаем прекрасно, что ухудшаются в любую секунду, может ухудшатся условия у Алексея Горинова. И там тоже речь идет о том, что ему могут добавить срок. Что касается и Олега Орлова, и Саша Скочеленко, и Ксения Фадеева, и Лили Чанышевой. Я напомню, что к ним ко всем подошли максимально жестко. Максимально. Девять с половиной лет сейчас у Лили Чанышевой. У нее было семь с половиной. Ей просто догнали и добавили еще два года. Девять лет тоже у Фадеевой. Саша Скочеленко человек очень нездоровый, да, и я напомню, что она получила срок за замену ценников и Олег Орлов за статью. За статью, где просто описывает происходящее в России с Олегом Орловым. Я опять же напомню свидетельство Дмитрия Муратова о том, что одна и так же судья по фамилии Астахова одной рукой давала разрешение на свидание его жене, а другую руку отправляла его уже на этот этап в Сызрань. То есть здесь идет совершенно сознательная попытка издевательства. Во всяком случае сделать так, чтобы было максимально больно, чтобы было всем максимально больно. И я думаю, что вполне возможно, что если не ко всем четверым, но может быть есть кто-то еще, может быть есть пятый, шестой, седьмой, о которых мы просто еще не знаем, о которых мы просто еще не знаем, о которых просто еще адвокаты не знают, родственники не знают, что они тоже куда-то пропали на какой-то этап, что что-то происходит. Ничего хорошего я не жду. Опять же, надеясь на чудо, надеясь на обмен, надеясь на помилование, уповая на это, но зная режим, вряд ли. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok